Благодатный огонь, сошедший на землю в Иерусалиме, доставили в Самару воскресным утром на специальном поезде. Частичку священного пламени встречали самарские священнослужители и десятки верующих. Доставил огонь представитель фонда Андрея Первозванного. Самое важное, вы знаете, то, чтобы огонь разгорался в душе каждого человека, и своим теплом человек согревал тех людей, которых он любит, и с кем, кто рядом с ним. Прямо на перроне провели молебен по случаю прибытия священного огня. Господь воскресе! Во истину воскресе! После молебна каждый смог зажечь свечи и взять частичку священного пламени себе домой. Благодатный огонь сходит на землю каждый год в Великую Субботу. Он символизирует горение нашей души к Богу, он божественный огонь сошедший в ад и просветивший адские глубины, уничтоживший ад. Огонь будет не просто локализован на территории Самары, люди смогут в епархии его получить, и в том числе с помощью нашей железной дороги развести его по всем храмам и деревням, и весям Самарской губернии. С вокзала лампаду с огнем доставили в Покровский собор, где верующие смогли получить его частичку для себя. Мы каждый год ходим, у нас уже традиция такая, мы каждый год вместе ходим, получаем благодатный огонь, благословение. Есть же поверье, что если благодатный огонь не сойдет, то будет последний год, получается, мы живем, и будет страшный суд. И эта благодать, на самом деле, ее все ждут. Для нас, скажем так, это очень большой праздник, большая честь побывать здесь, взять частичку этого огня. Священники рекомендуют верующим поддерживать принесенный домой огонь как можно дольше. В храмах горение поддерживается в течение всего года, до следующей Великой Субботы. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События.